Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. И сегодня у нас платиновое испытание Клан Фуд. Будем добывать особые ингредиенты для прокачки героев на седьмую максимальную ступень. Да, в этом испытании три эпизода. Кстати, друзья, завтра я планирую снять испытание Черепашья Боря. Поэтому под этим видео пишите составы для испытания Черепашья Боря. Ну а пока давайте-ка посмотрим, что у нас в Клане Фуд. В этом испытании участвуют все Черепашки. И давайте-ка для этого боя я возьму самых необычных Черепашек. И по-моему, самые необычные это оригинальные. Итак, Донни оригинальный, Микеланджело оригинальный, Раф оригинальный и Лео оригинальный. Дальше я, конечно же, в других испытаниях тоже буду брать самые оригинальные и необычные составы. И встречает нас целая куча футов. Причем четырехрукие футы плюс один маусер. Но что они могут сделать против наших героев? Микеланджело оригинальный в прыжке наносит удар нунчаками. И вот без проблем выбивает четырехрукого фута. Дальше Лео тоже в прыжке наносит удар катаной. Есть очередной противник повержет. Вот, неплохо. Кроме того, бьет своим Бо Донни оригинальный. И что же, и есть четырехрукий фут повержен. Остался последний маусер. И мне интересно, сумеет ли Раф его добить ударом ноги. Есть. Ну что ж, очень неплохо даже наши герои прошли через первую волну. Переходим ко второй. Ого. Итак, здесь уже противник посерьезнее. Крис Брэдфорд, Север Монтес, Острозубка, Рай и Бакстер Стокман. А давайте-ка мы их подорвем при помощи бомбы Микеланджело оригинального. Взрыв, удар и вот часть здоровья удалось Микеланджело взрывом бомбы снять с противника. И да, еще массовая атака. Лео оригинальный рубит экран и осколками забрасывает врагов. Есть. Кара и выбита. Остальным врагам тоже неплохо досталось. И давайте-ка я буду выбивать врага посильнее. Донни выбивает уголок из экрана. Метает как бумеранг и выбивает Бакстера Стокмана. Кстати, насчет Бакстера Стокмана я считаю очень неплохо, что мы его первым завалили. Его две массовые атаки это что-то. Ну а сейчас просто надо добивать врагов. Удар из-под земли Рафа оригинального. И что же? И к север Монтес выбит. Супер. Пытается что-то сделать Крис Брэдфорд, но это уже ему не поможет. Вот контратакой Раф его добил. Ого. Итак, Астрозуб пытался ударом плеча выбить Рафа. На это у него не получилось. Раф его добил контратакой. Что ж, переходим, друзья, к третьей волне. Финальной. И давайте-ка я пока прокачаю иммунитет. И да, у врагов есть хил Бакстер Муха. Его будем стараться выбить в первую очередь. Но пусть Лео вначале привлечет внимание к себе, чтобы наших более слабых героев не атаковали. Вот, супер. Вот, кроме того, подлечимся и усилимся благодаря особой технике до неоригинального. А вот сейчас уже давайте-ка и бить Бакстера Муху. Вот, причем я могу использовать массовую атаку, что и делает Раф оригинальный. Собирая слова, как Сюркены, метает, наносит колоссальный массовый урон. Ну, просто супер. Вот, отлично. И вредина Бакстер Муха подлечивает себя и свой отряд. Но я не думаю, что это ему уже поможет. Итак, Микеланджело наносит удар, а Лео добивает. Супер. Вот, кроме того, ударом Бо выбивает Донни саблезуба и остается только Рокстаги. Вот, очень неплохо прошел удар Рафа. Вот, Рокстаги в ярости поджаривает наш отряд при помощи огнемета. На точку ставит Раф. Итак, идеальная победа. Просто-просто супер. Ну, как видите, победа на 3 звездочки. И мы получаем нашу особую награду. Это снаряжение Клан Фуд для прокачки героев на 7 максимальную ступень. Вот. Кроме того, друзья, тот эпизод, который мы прошли, я при помощи телепортиков могу пытаться вот добыть этот ингредиент еще раз. Ну, пока только эксперт снаряжение. Ну, а мы идем в следующий эпизод. Итак, следующий самый необычный состав. И, как по мне, это ролевики. Итак, Микеланджело ролевой, Донни ролевой. Раф и Лео. Вот она, самые необычные команды. Ну, это мой рейтинг. Кто-то, как по мне, возможно, не согласится. Оригинальные ролевики. И третьим я возьму команду ведения. Ну, а пока превращаем Рафа в индюшку. И у него появляется особая способность месть. Будем мстить за каждую нашу атаку. И сразу же давайте-ка я использую Вантус. Вот, Микеланджело ролевик вот так забавно стреляет. Наносит массовый урон. Врагу довольно-таки неплохо досталось. Но, как видите, выживает ненадолго. Донни оригинальный. Атакует огненными шарами, фаерболами. И без проблем поджаривает первую волну. Вот, супер. Ну, что, с первой волной мы справились, шутя. Со второй, друзья, уже будет хуже. Но давайте-ка я тоже использую массовую атаку. Итак, Лео ролевик. Вот, благодаря своему огненному мечу. Посылает огненную волну, поджаривая врагов. О, достается вражескому отряду. Но, как видите, враг выживает ненадолго. Рав ролевик атакует черепами, нанося массовый урон. Ну, что ж, это было круто. Это было здорово. Довольно-таки неплохо досталось вражескому отряду. И еще одна массовая атака от Микеланджело ролевика. Вот, супер. Ну, что ж, шутя наши герои запинали. Вот, я только думаю, не сделал ли я ошибку. Вот, я потратил все массовые атаки. А вот теперь надо побеждать. Вот, надеюсь, Рафу и его особым ударом двадцаткой удастся нанести много повреждений Шреддеру. Ну, как видите, Шреддер выжил. А вот теперь надо позаботиться о нашей безопасности. И Донни ролевик прокачивает дополнительную защиту. Неплохо. А Лео метает щит бумеранг. Итак, что же есть? Удалось таки запинать Шреддера. Правда, а вы видите, остальные враги с максимальным здоровьем. И у нас есть возможность атаковать любого из врагов. Но пока Рай и по Крису Брэдфорду урон повышен. Вы видите, зеленые треугольники. Кстати, и Крис Брэдфорд может прокачать либо защиту, либо атаку. Поэтому давайте-ка я его попытаюсь допинать в первую очередь. Вот слабо проходит удар. Возможно, что-то сделает Микки. Да, Микки добивает Криса Брэдфорда. Это здорово. Вот супер. Ого. Итак, Карай разбивает защиту Лео ролевика. Тигрин и коготь добавляют. А наш Донни пока призывает огромную пиццу, которая усиливает и подлечивает наш отряд. Вот просто супер. Кроме того, Лео призывает к атаке. Вот привлекая внимание к себе. Ну и вот надеюсь, что сейчас умеем. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, что делает Бакстер Стокман. И он выпускает маусеров, которые взрываются и уничтожают нашу броню. Тем не менее, надеюсь, что сейчас удастся собраться. Есть. Раф выбивает Карай. А Микеланджело, ролевик, тем временем использует кольцо удачево и усиливает способности нашего отряда. Ого. Итак, Тигрин и коготь пытаются подморозить беднягу Лео. А у Рафа обновилась способность мести. Вот. Здорово. Ну что ж, друзья. Итак, надо добивать Бакстера Стокмана в его костюме, пока он не выпустил ударную волну. Есть. Враг уничтожен. И мы просто добиваем Тигриного Когтя. Удар черепами. По Тигриному Когтю Раф ролевика снимает часть жизни. Тот выживает. Но, надеюсь, ненадолго. Есть. Микеланджело. Ролевик добивает его своими стрелами. Победа. Победа. Отличнейший бой. Отличнейший результат. И мы идем с вами дальше. И, конечно же, друзья. Есть. Собираем снаряжение Клан Фуд. И попытаемся воспользоваться телепортиками. Итак, журнал. И телескоп. Что ж, пока как-то так. И я перехожу к третьему эпизоду. Сейчас посмотрим, что у нас удастся сделать. И беру дальше самую необычную и прикольную команду. Из всех, как по мне, это команда видения. Вот Микеланджело видение, Донни видение, Раф видение и Лео видение. Супер. И да, друзья. Вот если команда не сумеет очень серьезный враг, тогда будем брать другой состав. Вот встречает суперфуты. И я думаю, друзья, давайте-ка я пока усилив скорость нашего отряда. Чтобы наши герои побыстрее двигались. Соответственно, это даст преимущество. Да, вот двоим героям удалось прокачать и броню. Вот. Но враг начинает атаковать. Ох, ничего себе. Донни досталось. Давайте-ка, друзья, еще прокачаю точность наших ударов. Вот. Отлично. И попробуем сейчас использовать какой-то суперудар. Да. Огненный торнадо Рафа. Одна из сильнейших атак в этой игре. И смотрите, шутя. Удается выжать большую часть здоровья. Вот. И ударами стрел Лео выбивает суперфута. Вот, кстати, это была массовая атака. Немножко жаль, ее было тратить. Но мне кажется, я сделал все правильно. Супер. Итак, переходим ко второй волне. И давайте-ка начнем сразу же с массовой атаки. Метает Микеланджело введение желудь. И голодные белки затаптывают. Вернее, ну не затоптали, но сняли часть жизни довольно-таки неплохо. Вот. Кроме того, огненным рощерком Раф видение поджаривает вражеский отряд. Налаживает целую кучу дебафов. И, кроме того, давайте-ка, друзья, я усилю атаку нашего отряда. Опять же, благодаря особым способностям наших черепашек. Вот супер. Итак, стоит ли использовать мне взрывную тыкву? Давайте-ка, друзья, все-таки используем. Итак, подрывает врага Лео введение взрывной тыквой. Вот выживает Астерзуб, но ненадолго. Ударом и серпом Микеланджело из введения отправляет его на перерождение. А мы переходим к следующему эпизоду. Итак, ох, как непросто. У врага два хилера. Это Шреддер и Бакстер Муха. Ну что ж, попытаемся пока справиться со Шреддером. А потом посмотрим. Огненная атака Рафа введения. Вот часть здоровья удалось снять. И очень надеюсь на Донни введение. Итак, удар каменной глыбой. Есть Шреддер из мультика уничтожен. А теперь надо добивать Бакстера Муху. Отлично. Итак, да! Лео введение отличнейшим ударом. Двойным выбил Бакстера Муху. Пытается что-то сделать. Враги и здоровье Донни. Введение в красной зоне. Друзья, надо срочно добивать. Вот. Кстати, я смотрю, кого добивать. Давайте-ка я попробую выбить Рокстер. Пока он не использовал массовую атаку. Огнемет. Вот. Итак, Раф. Давай-ка поджаривай этого противника. И пока как-то не очень. Ой-ой-ой, друзья. И да, вот противники запинали нашего Донни. Лео там мстит за Донни и не сумел. Еще одна атака есть. Удалось таки завалить Носорога. Вот. Мстит нам Тигриный Коготь. Контратаковая Лео. Ну, я считаю, друзья, это уже победа. Несмотря ни на что, наши герои уже практически победили. И вот, правда, противник еще держится. Тем не менее, вот, Раф добивает Бибопа. Остается Тигриный Коготь. И я прокачиваю скорость нашего отряда. Вот. Обновилась способность Лео. Прокачали дополнительную защиту. Прокачали точность. И теперь Тигриному Коготью не уйти от нашего отряда. Вот. Супер. Отлично. Итак, огненным торнадом Раф введение выжигает большую часть здоровья Тигриного Когтя. Что здорово радует. Тигриный Коготь пытается мстить. Но удар Лео массовой атакой стрелами вот снимает еще часть жизни. А вот добивающий удар, надеюсь, на них все от Микки не получилось. Значит, одна надежда на Рафа введение. Да. Есть. Тигриный Коготь уничтожен. И мы получаем победу. Правда, не идеальную. Не удалось нам, вот, не удалось нам, вот, все-таки, Доне, чтобы он выжил. Мы его потеряли, но ничего страшного. Итак, друзья, использую телепортики и пытаюсь добыть. И, друзья, я не могу это сделать. Как видите, не хватает особых ингредиентов. Что ж, друзья, вот, а давайте-ка, друзья, мы сейчас возьмем сборную. И, надеюсь, этой сборной удастся все-таки нам сыграть на 3 звездочки. Вот, чтобы я мог дальше использовать телепортики. Итак, давайте-ка соберем самую мощную и самую крутую команду. Вот, и сейчас попробуем победить. И, да, друзья, давайте-ка, вот, я смотрю, возьму-ка я Дони Классического с двумя его массовыми атаками. Я думаю, неплохо нам поможет. Вот, мультяшные черепашки есть. Давайте-ка я посмотрю. И, да, давайте-ка, друзья, я возьму мультяшных черепальшек для того, чтобы вот сразиться. Уже здесь, причем у нас два будет хилера, плюс герой с двумя массовыми атаками. Поэтому, я надеюсь, сейчас наш герой лучше сработает на 3 звездочки. Итак, в начале боя Микеланджело из мультика прокачивает уклонение. Благодаря его особой способности вражеские удары будут проходить мимо. Вот, вовремя это все проделал Микки. Враги пытаются атаковать. Кстати, было бы неплохо еще прокачать атаку нашего отряда. Но, я надеюсь, Лео и так справится. Итак, стальной торнадо Лео из мультика. Отлично, большая часть здоровья врага ушло в красную зону. Но, видите, враг еще выживает и даже пытается контратаковать. Ого, ничего себе, досталось немножко Микки. Но, тем не менее, я надеюсь, что массовая атака при помощи кофейной машины до не классического уничтожит врага. Да, есть. Итак, первая волна шутя уничтожена. Переходим ко второй. Вот, давайте-ка посмотрим, что здесь. И у нас возможность либо атаковать, либо прокачать дополнительную защиту. Давайте-ка я не стану рисковать. Вот, защита нам пока важнее. И прокачаем дополнительную атаку от Рафа из мультика. Вот, супер. Теперь наши герои смогут наносить побольше повреждений. И смотрите, сколько сейчас у нас атаки. Вот, просто супер. Сколько у нас бафов, положительных эффектов. Итак, с разворота Лео шутя вырубает Криса Брэдфорда. Вот, использует дымовую бомбу Микеланджело. Микеланджело, вот, и наносит колоссальный удар саблезубу. Тот выживает, надеюсь, ненадолго. И да, Донни классический еще атакует при помощи вертолета. Вот, удар прошел неплохой, но, как видите, противник выжил. Ого. Рокзар еще привлекает в себе внимание. Что-то пытается сделать саблезуб, но это уже ему не поможет. Донни забрасывает врагов сюрикенами. Вот, отлично. И так, неплохо прошли удары, но, как видите, опять же, враг выживает. Вот, ударом с разворота Раф добивает Рокзара. И, кроме того, надо, друзья, сейчас выбить Бакстера Стокмана. Ничего себе. Острозуб привлекает внимание, а Бакстер Стокман выпускает Маусера. Ох, ничего себе. Снимает часть жизни нашего отряда. Вот, давайте-ка я подлечу благодаря медитации Лео из мультика. Вот, и попытаемся добить противника. Удар нучаками отправляет Острозуба на перерождение. А Донни, благодаря вот своему телепорту, пистолету-телепорту, добивает уже Бакстера Стокмана. И мы переходим к третьей волне. Супер. Ну, что ж, друзья, давайте-ка на сей раз я попытаюсь подорвать Бакстера Муху. Вот, отличнейший взрыв. Но, как видите, враг выживает. Кроме того, пусть еще Раф привлечет внимание к себе. Вот, оттянет удары на себя. И мы попытаемся добить противника. Удар Лео. Вот, выживает. Выживает Бакстер Муха. Ну, что ж, Микки одна надежда на себя. Вот, ничего себе. Не сумели. Не сумели наши герои его добить. Шреддер со своими низьями идет в атаку. Снимает часть жизни. Итак, нашему отряду довольно-таки здорово досталось. Не удается пока победить врага. Вот, отлично. Мстит Раф тигрином когтю. Бибоб стреляет. И, друзья, это уже мне не нравится. Вот, довольно-таки серьезно досталось нашему отряду. Ах, ты вредина. Итак, Бас. Бакстер Муха подлечивает себя. И подлечивает свой отряд. Вот, надежда только на Доне. Ох, ох, ох. И так, достается нашему отряду. И мне срочно нужно лечение. И да, Лео восстановил жизнь. Пытается добить. Ну, вот, еле запинали Бакстера Муху. Вот, есть возможность подлечиться. И давайте-ка, друзья. Я пока это не буду делать. Вот, получим еще немножко повреждения. А вот, в следующий раз попробуем, вот, подлечиться. Итак, атакует Рафа Шреддер. Вот, мстит Раф. Ох, ничего себе. У тигрины когать наносит массовый удар. Раф ему за это мстит. И, опять же, атака от Бибоба. И, ой-ой-ой, жизнь нашего Рафа мне уже не нравится. Вот, подходит к концу. Но, одно радует, друзья, что сейчас Микеланджело сумеет подлечить наш отряд. Итак, супер удар с разворота. Катанами и Шреддер уничтожен. А вот сейчас, друзья, давайте-ка и подлечим наш состав. Микеланджело есть пиццу с кетчупом. Усиливай и подлечивай. Просто супер. Ну, что ж, друзья. Я считаю, это уже победа. Вот, здоровье врагов практически уничтожено. Я не думаю, что тигрины когать что-то сумеют сделать. Хотя, не надо недооценивать противника. Вот, удар с разворота Рафа. Тигрины когать уничтожен. Остался только Рокстри. Вот, в ярости пытается забодать Рафа. Но, Раф мстит. И, вот, братья сейчас помогут. Стальной Торнадо от Лео из мультика. Вот, снимает большую часть жизни. Жизнь Рокстри на минимуме. И дымовой бомбой. Вот, возможно, поставить точку Микеланджело из мультика. Да, есть победа. Что ж, просто супер. Итак, друзья, победа на 3 звездочки. Очень неплохой результат. Вот, удалось нам победить в этом состязании. И, возможно, друзья, на этом... Вот, давайте-ка я еще воспользуюсь телепортиком. Попробуй добыть. И неудача. Что ж, друзья, на этом сегодня я уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.